Указ президента России Владимира Путина о захвате Запорожской АЭС и создании на Украинской атомной станции так называемого российского госпредприятия противоправный и юридически ничтожный, заявил накануне Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По словам дипломата, в интересах безопасности всей Европы на станции необходимо срочно организовать усиленное присутствие миссии МАГАТЭ и немедленно ввести зону ядерной безопасности и охраны. Напомним, на днях премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании так называемого федерального государственного унитарного предприятия Запорожской АЭС на захваченной россиянами Украинской атомной электростанции в городе Энергодаре Запорожской области. О ситуации вокруг Запорожской атомной станции, событиях в Керченском проливе и об Украине в НАТО сейчас будем говорить с заместителем главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады, главой постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в нашем эфире. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вот, Егор, очередной пример. Россия снова, вопреки всем законам и правилам безопасности, создает такой прецедент. Переписали буквально на себя, так сказать, нашу Запорожскую АЭС. Украина осуждает, Европа осуждает, весь мир осуждает. И что? Да ну, мало осуждает. Да? Я об этом же. Нужно вводить санкции. Санкции против Росатома, против ядерной энергетики Российской Федерации. В конце концов, они вот сейчас доводят атомную станцию до коллапса, фактически до ядерной катастрофы. Потому что сейчас отключается, в принципе, питание всей станции. Мало того, что там были погашены энергоблоки, так если еще сейчас пропадет все питание, дизельные генераторы перестанут работать, то перестанут работать все датчики, все системы, и это может привести к необратимым последствиям. И это, я думаю, как раз-таки именно вот этому посвящен визит будущей гендиректора МАГАТЭ, господина Гросси, в Украину и потом в Российскую Федерацию. И обязательно должны быть, вот это требование демилитаризации этой зоны, оно должно быть выполнено. И если не выполнено, это должна быть абсолютно четкая и жесткая позиция как раз-таки директора МАГАТЭ. Если она не будет выполнена, то должны быть все-таки введены санкции против Росатома, против вообще ядерной энергетики Российской Федерации. Егор, а почему у нас получается так, что санкции как бы догоняют все зверские, бесчеловечные поступки и российской армии, и Путина, и всех оккупантов? Они как бы в догонку бегут. Вот мы уже который месяц говорим, уже Запорожская с более полугода в оккупации находится, весь мир следит и все содрогаются об одной мысли, что, не дай бог, случится непоправимое. А говорили о санкциях против Росатома, персональных, в целом, корпорации. Но, и вот мы снова об этом говорим, чья воля, чьей политической воли здесь не хватает? Понятно, что Украина и наш президент, да, мы давно об этом говорим. Кто не решается? Давайте я вам напомню выступление президента Зеленского на Мюнстерской конференции 20 февраля, когда он прямо говорил о том, что вводите санкции, вводите сейчас санкции, пока не началась война, делайте что-то, давайте оружие, вводите санкции. Вот как раз наша позиция, что нужно превентивно это все делать. Давать отпор Российской Федерации или давить на Российскую Федерацию, как раз таки, чтобы она не делала, потому что Российская Федерация понимает только язык силы. Но, к сожалению, у нас действительно санкции догоняют уже по факту какие-то действия. Более того, в восьмой пакет санкций должны были быть внесены санкции как раз таки по Россатому, да, и ядерной энергетике Российской Федерации. Но кто заблокировал? В Венгрии. Вот такой партнер, вот такой у нас сосед в том числе. Но это не значит, что мы перестали добиваться этого, и вот как раз таки, я думаю, что в зависимости, вот очень показательным будет, насколько генеральный директор МАГАТЭ все-таки имеет... Имеет, Егор, скажите, ведь это же второй визит. Там же сотрудники, миссия находятся на станции сейчас, и буквально на глазах у представителей миссии станция обстреливается, станцию минируют, станцию переписывают на себя, ну, крадут буквально юридически. Тут нужно сказать, что у меня были ожидания такие неоднозначные от визита МАГАТЭ в первый раз, и было даже опасение того, что будет черным называться белым и белочерным, как это происходило с миссиями ОБСЕ, абсолютно слепыми, которые рассказывали о том, что Украина там обстреливает Донбасс, там, или что у него какой-то остальной бред. В этот раз, все-таки, МАГАТЭ заняла достаточно четкую и конкретную позицию о том, что действительно обстрелы со стороны Российской Федерации, действительно нужен демилитаризированный зон, то есть подыгрывания точности Российской Федерации не было. Другой вопрос, смогут ли додавить они санкции? Ну, вот посмотрим. Знаете, у меня вопрос, как защитить персонал станции. Окупанты требовали у всех написать заявление о приеме на работу в Росатом. Люди отказывались, да, людей могут просто уволить, да, а могут давить и запугивать. Ведь мы знаем, что специалистов, хороших специалистов им не хватает. Абсолютно верно. Они прекрасно понимают, что они сейчас нигде не найдут атомщиков. Атомщиков с опытом работы на конкретной станции. Потому что обучить хороших атомщиков, в общем-то, это 8-10 лет, на самом деле, для того, чтобы люди абсолютно четко разбирались и не было никаких угроз этой станции. Конечно, они сейчас будут пытаться всеми методами, через запугивание, через уговоры, в любом случае. Я хочу просто сказать о том, что у нас есть в Уголовном кодексе статья за коллаборационизм. Так вот, я абсолютно уверен, что работники станции не будут точно подпадать под эту статью, потому что мы понимаем прекрасно, что они под давлением. И даже если они будут работать вот уже условно российской атомной станции, мы прекрасно понимаем, что это важно для сохранения безопасности на этой станции. Скажите, а вот сейчас Рафаэль Гросси после Киева собирается в Москву. Как вы думаете, стоит ли надеяться на какой-то позитив от этого визита? Сможет ли он там убедить кого-то, что нужно вывезти войска, нужно перестать обстреливать станцию, нужно ее разминировать и отдать Украине? Ведь только в таком случае, я думаю, все прекрасно понимают, можно будет говорить о ядерной безопасности. Кремль не понимает слов примирения или вообще слов он не понимает. Кремлю нужно показывать действия и говорить, что, ребята, либо вы делаете вот так, либо получаете санкции на Росатом, которые строят на сегодняшний день атомные станции в разных частях мира и которые потеряют эти контракты мгновенно. Ну и не только эти последствия будут по ядерной энергетике в Российской Федерации. И, ну, если они не понимают, значит, нужно вводить санкции. Тут не должны слова рассадиться с делом. Просто хочется знать ваше мнение, как вы рассоединяете вчерашний взрыв на Крымском мосту с точки зрения вот общей ситуации на фронте. Какой эффект это имело, вот это вот происшествие военно-политически? Ну, кроме символического эффекта, конечно, и вот еще большей веры в нашу победу и деоккупацию всей территории, конечно же, это вопросы логистические. Конечно же, вот разрушенный, даже частично разрушенный Крымский мост, он создает большое количество проблем по логистике и снабжению южной группировки войск Российской Федерации. Сейчас, насколько мне известно, там может быть, там открыто дорожное полотно, но не для грузовых автомобилей, а железнодорожное полотно вообще перекрыто. Мы понимаем, что именно железная дорога является основным каналом для снабжения, основной артерией, скажем так, для снабжения российских вооруженных сил. И понятно, что они там паромами, которых уже там давным-давно нету, или какими-нибудь большими десантными кораблями, или даже самолетами, они перевезут такое количество вооружения, боекомплекта, до чего угодно для того, чтобы снабжать южную группировку войск. И, соответственно, это нам помогает быстрее выбивать, когда к солдату нечем питаться или нечем стрелять, то, конечно, они будут и отходить, и будут деморализованы. Да, есть кадры. Еще буквально за два дня до этого взрыва, повреждения моста, направлялся эшелон на полуостров с военной техникой консервированной. И, тем не менее, есть основания полагать, что, наверное, это последний эшелон, который вот сейчас заехал на Крымский полуостров. Как вы расцениваете инициативы Турции, которые вдруг прозвучали на этой неделе? Сначала был комментарий президента этой страны Эрдегады на саммите Европейского политического сообщества. В Праге он сказал, мол, худший мир лучше продолжения войны. Вчера его советник в интервью CNN сказал, что Путин желает заключить Западом некую новую большую сделку. И вот сегодня турецкая пресса в Мелиет пишет, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине, усадить за стол переговоров США, Францию, Германию и Британию. Скажите, Егор, по вашему мнению, это президента Турции Ржепа Таипа Эрдогана сыграть свою главную роль миротворца? Или это какие-то реальные встречные процессы крупных влиятельных стран, которые фигурируют в этой статье, которые начинают уставать от войны? Я думаю, что это все-таки, прежде всего, игра самого Ржепа Таипа Эрдогана, который уже не в первый раз пытается быть таким миротворцем. Понятно, что он преследует свои абсолютно четко цели, он хочет быть лидером региона, он показывает это всем видом, что он может усадить за стол стороны, которые не хотят сидеть за стол. Но, опять-таки, я думаю, что вряд ли ему это удастся, это во-первых. Во-вторых, конечно, есть определенные, вот мы видим, не то, чтобы вбросы, но мы видим очень странные предложения, например, от Илона Маска. Вчера прозвучало предложение очень странное от Трампа. Да, это не люди у власти, но это какие-то, мне кажется, пробные шары, которые забрасываются для того, чтобы посмотреть на реакцию, как это будет расценено. Мы сосвоимся абсолютно на позиции, что в переговорах об Украине и без Украины, во-первых, быть не должно и не может, а во-вторых, мы своими людьми и своими территориями не торгуем. И уж точно отказываться ни от каких территорий оккупированных и договариваться на такие условия в СССР, мы не будем. Российские спецслужбы с помощью технологии DeepFake попытались связаться с одним из основателей компании Bayraktar. Она производит знаменитые беспилотники, но им помешала украинская разведка. Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины. Как вы думаете, что могло быть целью этой российской грязной провокации? Ну, знаете, мне кажется, здесь очень показательно есть два момента. Первое, что не имея возможности показать какие-то результаты на поле боя, вот они начинают заниматься какими-то пакостями мелкими, которые... Ну, я думаю, что попытка, возможно, была какая-то предотвратить или как-то повлиять на поставки в Украину Bayraktar. Ну, это очень-очень топорная история. А второй, очень показательный момент, что наша разведка наголу выше всех настоит в многих разведках мира и может справляться и с более сложными задачами, чем баловство Российской Федерации. Егор, еще одна важная тема. На этой неделе в Польше прошел Варшавский форум по безопасности. Там экс-командующий армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью нашему каналу заявил, что когда Украина станет членом НАТО, НАТО сразу же станет сильнее, потому что качество украинской армии, мужество мужчин, женщин этим восхищаются все. Но в то же время мы знаем, что есть страны, которые не спешат нам сейчас давать зеленый свет в НАТО. Вот какие у них основные тревоги? Это то, что Украина пребывает сейчас в открытом военном конфликте? Это? Это может быть тревогой, если они рассматривают возможность вступления Украины в НАТО до окончания войны. Ну а мы прекрасно понимаем, что это шансы стремятся к нулю. Вот после войны я считаю, что это абсолютно возможно. Не основное опасение. Надеюсь, никого уже не пугает мысль, что если Украина станет частью альянса, это возмутит Россию и Путина и тому подобное. У меня была встреча в пятницу с главой оборонного комитета Лундестага в Германии, парламента Германии. Она приезжала в Киев с визитом. И я как раз-таки не то, что задавал вопрос, а говорил о нашей позиции по поводу нашего продвижения в НАТО без ПДЧ, по ускоренной процедуре. И как раз-таки приводил вот эти самые доводы, что до 24 февраля, конечно, может быть, еще как-то можно было говорить о том, что мы не хотим провоцировать Россию на более какие-то жесткие меры или эскалацию, мы не хотим как-то рушить экономические связи или энергетические поставки со стороны Российской Федерации, то сегодня этих аргументов уже нет. Некого провоцировать и не на что провоцировать. Все, что могла Россия сделать, она уже сделала. И мы дали ей абсолютно четкий отпор. И экономических связей уже нет. Санкции сделали тоже свое дело. Энергетических связей практически уже нет, потому что нефтяное эмбарго скоро будет введено, газовое эмбарго тоже будет введено. Но и Германия прекрасно понимает, что у них есть внутреннее решение о том, что они должны сослужить с этой энергетической иглы, и они говорят, что все для этого возможно. Поэтому и она со мной согласилась. Вот глава комитета обороны согласилась. Германия, напомню, это одна из стран-скептиков, которая нас практически не видела в НАТО. То есть вы, в общем-то, полны оптимизма, да, что касается наших натовских перспектив? Да. Да, я уверен, что после окончания войны, после нашей победы, пройдет немного времени, и мы ставим на члены НАТО. Что ж, спасибо, Егор, за ваши мысли. Егор Черниев был в нашем эфире, заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины.